23 марта состоялось очередное заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям. Глава Десногорска Андрей Шубин совместно с представителями местных организаций и структур обсудил текущую обстановку в городе. Основным вопросом обсуждения по-прежнему остаётся борьба с распространением коронавирусной инфекции. Несмотря на то, что ситуация в Десногорске улучшается, службами города ведётся постоянный мониторинг. Он позволяет оперативно выявлять заболевших и оказывать им помощь. Активно продолжается массовая вакцинация граждан. С докладом выступил начальник медико-санитарной части 135 Алексей Азаренков. Он отметил, что в связи со снижением количеств заболеваний COVID-19 наблюдается уменьшение количеств коечных мест в ковидном отделении. Часть медицинского персонала вернулась для работы в своих основных подразделениях. Однако, несмотря на положительные изменения в эпид-обстановке, руководитель межрегионального управления номер 135 ФМБА России Людмила Касаткина напомнила о необходимости строго соблюдать ограничительные меры. Продолжается дезинфекция помещений общего пользования многоквартирных домов. Особое внимание уделяется квартирам и подъездам с очагами заражения. Участники заседания также затронули тему подготовки гидротехнических сооружений к весеннему паводку. Специалисты доложили о подготовительной работе по защите территорий, информированию населения о регулярных проверках систем оповещения. Они рассмотрели проблемные вопросы и определили задачи на предстоящий паводковый период. «В принципе, пока вопросов нет, подтоплений жилых домов отсутствует. Есть незначительные, но у нас насосное оборудование есть, поэтому мы готовы к оттачке в случае массового проникновения. Но не будем, конечно, это рассчитывать. Будем надеяться, что всё пройдёт спокойно». Глава Десногорска Андрей Шубин сообщил, что с 1 апреля на территории города запланировано проведение санитарного месячника. А 26 апреля будет проводиться Всероссийский субботник. Он подчеркнул, что управляющим организациям необходимо заранее осуществить очистку ливнёвых приёмников дождевой воды на дорогах, преддомовых территорий, а также уборку закреплённых территорий от всех видов мусора. Завершилось заседание обсуждением плана мероприятий по подготовке к пожароопасному сезону.